Всем привет! Снова с вами Басун и сегодня мы продолжим прохождение игры Overlord Rising of Hell. Так, последним у нас был это... Мы получили госпожу для своего замка, плюс замок ремонтировали, мы его восстановили, видите, уже интерьерчик тут. Кажется, хватит ли дофига бабла, у нас осталось всего тысячи. Ну ладно, продолжим дальше выполнение заданий. Так, пик небес у нас какое-то задание тут есть, рыхлые холмы. И давайте в рыхлые холмы сгоняем. Посмотрим, что у нас там еще осталось. Так, у нас тут есть огненные, ну и пока возьмем таких овечек, сейчас заодно себе и душ бьем. Сюда лучше, конечно, заходить, чтобы наполнить запас своей души, ну тут халявное. Тут, по-моему, барана тоже есть, или нет, у меня просто убегающие тушки. Барашек один. Ладно, пойдем в деревню сходим. Ну тут ворота в ад, но мы пока что не пойдем. Лучше сначала будем заниматься поиском нужных мне ульев. Два у нас уже есть, нужно еще остальные собрать. Так, куда бы нам пойти? Найти вход в пик небес, найти вход в лес эльфов, обнаружить, что сманит всех крестьян. Ладно, с крестьянами потом, пойдем поищем вход в лес эльфов. Ну иди помойся, развоняет. Вы, величайший из героев, один против целой армии. Так, здесь мы были. Хороший полурослик, мертвый полурослик. Ну, зайдем сюда. Он здесь где-то вход в лес эльфов. Это можно включаться между всеми типами, можно не только тильды, там, один, два, три, четыре, но и колесо мыши. Так, здесь мы были. Так. Вот здесь, по-моему, вход. Вот это корни. Пойдем к эльфу в гости. Такого не видел. Остроухим. Ух ты. Вот, кажется, не в тему. Ладно, придется таскать с собой еще огненных, на всякий случай. Проклятые эльфы! Даже за своим лесом присмотреть не могут. Угу. Ну, сами барашки напрасились. Ну, сами барашки напрасились. Не проходите мимо. Бараны всегда здесь. Так, отправим пятерых и возьмем пять огненных. Так, все пять пришли. Ну, пошли дальше. Разберемся. Эти корни душат наши посебы. Дайте корни, как целый лес, сами по себе. Здесь, в принципе, сюжет завязан так, что, если находишь уль, они позволяют тебе дальше открывать новые локации, где доходишь в новые предметы, и дальше идет сюжет развития. Поэтому лучше сначала собрать все ульи, чтобы они были у вас, чтобы он поможет быстрее находить сюжетного предмета и доставать развития. Не можно так достать просто. Темнолетье некогда было наполнено магией. Животные растения жили в гармонии под сенью листьев и на берегах светлых прудов. Теперь тут сыро, темно и страшно. И мне нравится, как они преобразили свой лес. Так, точка открыта. Что у нас тут? Закрыто. Единороги там. Кто ступает по нашим некогда цветущим землям? Да кто? Огнем во рту. Так, здесь все закрыто. Ладно, пойдем здесь. О, духи эльфов. Что за чудище спящий породил своими снами? Поистине, Аберон безумен. Эльфы даже мертвые могут телепатически общаться с волшебными созданиями. Это у них от лени. Пусть же докажут, что он не ночной кошмар воплотит. Если ты рожден на земле, а не в сознании чужом, отыщи от народных лошадей. Исцелять болезни. Но теперь лишь шелкают крови живых существ. Всех живых существ. Крови! Крови! Ура! Испавьте их от страданий и возвращайтесь. Лишь тогда мы поведаем вам о несчастьях темнолесия. Как всегда. Вот он. Единорог. Даже рог в качестве оружия используют. Я знаю, что тут дофигища гномов валяется. Сдохших. Если ваше темнейшество пойдет в воду, слуги не смогут пойти следом. То есть, они пойдут, но при этом утонут самым занятным образом. Нужно найти для них мост. Вань! Странно, что пройти не могу. Ладно, деньги забрали. Зато лежа можно добыть глупую душу. Как раз для... Нужных нам сенних будет. Которые, в принципе, единственные, которые и ходят по воде. Застрявшие в пони. Заклинания наши очень даже эффективные. Откроем себе эту дорогу еще. А-а-а-а. Адское заклятие. Ну, правильно. Нам же нужно развиваться, так сказать. Обучаться. Где вы там, тащите уже. Заклятие гнева плеснет прихвостнем скипидарчику под хвост и улучшит их здоровье и броню. Ну, само собой. Приключение идет между клавишами F1, F4, это первый уровень заклинания, F5, F8, это второй, и F9, F12, это третий. Пойдем к эльфам. Что они там расскажут? О, чудовища побеждены! Увы, это лишь тонкий лучик света в нашем царстве мрака. Слушайте, лес. Его печаль многое расскажет вам. Бла-бла-бла. Сурки. 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 еще какие-то стрелки крысы приростки так 715 здесь давайте дальше чистить сражаться со спящим все равно что разить ветер листья на деревьях и небесных птиц он находится повсюду так продолжаем куда нас тут некогда оберон туманный шагал по землям не свернувшись наш герой утратил вкус к сражениям когда пришли гномы захватчики он же не смог поднять оружие меч оберона заржавел ослабла тетива лука и ничто не могло пробудить воителя ото сна и выросло это дерево укутав его своими ветвями так и появился спящий так тут я зайти сеть их цветов повелитель сначала нужно найти прихвостней которые не боятся яда вот о чем они смогут истребить ядовитую поросль все завязано на это как раз что пригласть не определенного типа открывает доступ к следующим локациями действиям оберон красивый имечка этот эльф обзавелся неплохим щитом повелитель дома ему и корни помогают что что происходит дерево дерево вздрать щит слабеет повелитель нужно перерубить остальные корни не сомневаюсь землях гномов навалом трофеи в той войны нам нужно прорубить туда дорогу вот этих оленей кстати лучше всего гасить сразу они он дебафают и плюс еще к этому они могут воскрешать зеленые прихвостни нам повезло они не боятся ядовитых растений леса нужно скорее отыскать их логово зеленые вонючки вонючки так пойдем сюда прогуляемся посмотрим что здесь есть здесь можно иных эти призывать колодец все дальше будет открыто можно двигаться здесь он тоже все перекрыто в общем сейчас наша задача будет найти улей зеленых и как можно быстрее перерубить все эти корни чтобы добраться до босса на низовой что наши миньоны и умеет плавать только синие а до синих нам еще какие-то и раком ядовитые бабы деликатес только подавать их нужно с желчью конечно они смертельно ядовиты и это значит что таким блюдом можно мило отравить целую толпу оставляем его этим оленям шаманом и нету их так теперь нам нужно перетащить миньонов приносит стада вот и все безболезненно мы перевели всех так следующие кучка один в воду залез сдох один ничего страшного это же не вся пачка там можно было так перетащить этот опять початок но дольше вам увозить все время ждать пока он взорвется опять притаскиваем всю эту кучу здесь как раз еще можно призывать еще одного какой он это сейчас себе ману установим и вооружимся так пошли дальше что у нас тут очередное стадо крыс а а и Сейчас там будет большой-большой бум. Бритт! Браун! Браун! И сам живота пошел. Браун! 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 Так, посмотрим, что у нас тут еще есть. так там денежки но мы сейчас сдать не можем так у нас краснет синих миньонов ясен всех этих глазей Откроем на второй путь. У-у-у, новая вещица. Обожаю обновления. Вы набрали маны. Так, пойдем дальше. Веридивые пещеры. Зеленые прихвости должно быть поселили здесь. Нужно найти их, мой повелитель. Найти! Найти! Зеленые прихвости Наблюдательный господин мог заметить, что его зеленые прихвости невосприимчивы ко всем видам яда. У-у-у-у-у! О-о-о! Это зеленые жизненные силы, господин. Она поможет призвать зеленых слуг. еще зеленые умеют уничтожать растение пускать ядовитые газы с таким недовольным лицом сделали это мы точно не пейдем жучков пока так идем дальше имя-то по барабану нет-нет я тоже отъеду топнул кроме того они очень редко моются только принюхайтесь даже порождение тьмы должны соблюдать какие-то приличия а а а а Хорошо, когда кто-то задел грязную работу. Так, скоро будет Дули, я так думаю. Ух ты, одного нашего убили. Ничего, мы отомстим, Вендетта. За всех и всех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бюджетaje следует... Мне кажется, можно подготовить Вендетту. Тут придется быстренько бежать. Субтитры сделал DimaTorzok Раздавим цветочек камушкам. Так. но это прикольно цветочек прямо перед оградой успели разломать и постоим покурим так пошли дальше повелитель прикажите зеленым поднять свою гнездо она нам потребуется чтобы вызывать вы ничего не забыли о повелитель и учусь а ч и и и и и и и и Продолжение следует... 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 так и проходит каждый доставку браунс тащишь и тащишь и о дикий трой пора испытать на нем навыки зеленых о греймс дикий тролль скорее заводите зеленых прихвостней сзади они воткнут нож воткнут нож воткнут неплохо не разбираются быстро спину господин зеленых неплохо бы промустровать если вы прикажете им охранять какую-то точку они станут почти невидимыми для врага и обретут не было неплохо если забыть о том что от них в воде и тухлые я не принюхивался опять эти чертовы цветы и потащили да потому что ровать точных надо чтоб поактивней шли пипец я столько пер до этого портала когда мне был такой же портал там пипец ну и слава богу вернули третьих и все остался последний улей по сути дела вот эти миньоны синий которых мы бы последнюю искать нафиг не нужны для атаки ничего они нужны будут нам только для того чтобы доставать всякие вещи из разных уголков все и и и и и ну и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...